Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Будущее криптовалют в мире финансов еще никогда не было столь прочным, как сегодня. Да, это правда. BlackRock – крупнейший управляющий активами, Vanguard – второй крупнейший управляющий активами и, наконец, крупнейший в мире финансовый кастодиан BNY Melanie. Все они так или иначе вовлечены в работу с криптоактивами сегодня. Об этом сейчас говорят все и о спотовых биткоин-этфах, которые эти компании хотят запустить. Но мало кто знает, что самые крупные технологические компании мира – Google и Microsoft – тоже углубляются в мир криптовалют и инвестируют активно в некоторые из них. Как далеко растут их щупальца? Узнаем прямо сейчас, после того, как ты поставишь лайк. Поставил? Ну, не поставил же. Я немножко подожду. Во, вот теперь поставил. Большое спасибо за поддержку. Итак, Microsoft и Google заходят в криптовалюты и блокчейн. Разве это не должно стать главной новостью? Но почему-то об этом никто не говорит и не слышит. Сегодня я раскрою все их карты. Даже козырные. И начнем с Google. В апреле этого года на конференции «Консенсус-2023» компании «Полигон» и «Гугл Клауд» объявили о начале сотрудничества. В пресс-релизе по этому поводу говорится. Google Клауд и Polygon Labs объявили о многолетнем стратегическом альянсе, призванном ускорить внедрение основных протоколов «Полигон» в инфраструктуру «Гугл Клауд», а также в инфраструктуру «Гугл Разработчиков». Вместе они приступают к реализации инженерных и маркетинговых инициатив. «Полигон» — это не единственная криптовалюта, в которую инвестирует «Гугл». О подобном партнерстве объявила и криптовалютная компания «Селла». В апреле этого года они анонсировали коллаборацию с «Гугл Клауд», чтобы помочь стартапам, которые ориентированы на «Веб 3.0». Но самая свежая криптокомпания, в которую заходит «Гугл» — это Trace Labs, разработчик Origin Trail. И в августе 2023 года было объявлено партнерство между «Гугл Клауд» и Trace Labs. Это партнерство оказывается самым масштабным. Почему? Когда было объявлено о партнерстве, компания Origin Trail опубликовала демонстрационный ролик, в котором указала интеграцию искусственного интеллекта «Гугл Вертекс.Аи» и информационных ресурсов «Оригин Трейл». Интересно, что в шоу также был замечен человек по имени Меллингин Шеф. Кто это такой? Оказывается, этот человек работает в «Гугл», и его специализация — «Облачные сервисы». Затем и Зима Дрю, основатель Origin Trail, высказался по этому поводу несколько дней назад. Давай послушаем, что он сказал. «Мы интегрируем решения в области искусственного интеллекта и децентрализованный граф знаний — DKG». На данный момент к нам присоединились представители «Гугл», представители одного из самых важных разработчиков векторных баз данных «Зилис», и они вместе создают базу данных под названием «Милвиз». И все эти разработчики предлагают очень интересные приложения искусственного интеллекта для нашей децентрализованной сети. Эта децентрализованная сеть называется «Decentralized Knowledge Graph», либо же «Децентрализованный граф знаний». Итак, основатель Origin Trail только что рассказал нам, что разработчики Google создают решения на сети Origin Trail DKG. Причем эти решения связаны также и с искусственным интеллектом. Это гораздо больше, чем то, что происходит с Polygon и Sella. Ведь Polygon и Sella строят с помощью облачной инфраструктуры Google, а Origin Trail, похоже, делает все наоборот. То есть разработчики Google тестируют инфраструктуру Origin Trail, в частности их сеть под названием DKG, децентрализованный граф знаний. Но вот что интересно, Origin Trail является парачейном Polkadot, и оказывается, что Google очень любит Polkadot и его парачейны. Ведь мы видим еще одно глубокое сотрудничество Google с другим парачейном Polkadot – это Energy Web. В апреле 2021 года было объявлено, что Google поддерживает Energy Web грантом на развитие рынка низкоуглеродной электроэнергии в Европе. Это очень важно, потому что спустя 2,5 года мы видим, что Google не отказался от Energy Web. Всего пару недель назад, 14 августа 2023 года, было объявлено, что Google присоединяется к крупнейшей в мире программе экологически чистого авиационного топлива. И эта программа, судя по пресс-релизу, называется «Авелия». Если мы перейдем на сайт «Авелии», то мы четко увидим, что эта программа работает на базе блокчейна. А именно, на базе блокчейна EWT, либо же Energy Web. Помимо грантов, предоставляемых компаниям, Google также инвестирует в криптовалюты через свое подразделение венчурных инвестиций Google Ventures. У них есть инвестиции во многие монеты, входящие в топ-150. Они инвестируют в компанию Depper Labs, которая является основателем блокчейна Flow. Они инвестируют в компанию Helium, которая занимается созданием децентрализованных беспроводных сетей. Они инвестируют в криптовалюту Storch, которая управляет экономическими вопросами децентрализованных облачных хранилищ. И, наконец, они инвестируют в Ripple Labs, компанией, которая стоит за XRP. Таким образом, пока все обсуждают возможное падение биткоина до 15 тысяч долларов, Google совершенно не обращает на это своего внимания. Почему? Потому что они знают, что криптовалюта перспективна хотя бы тем, что может снизить расходы компаний, увеличить их производительность и, как следствие, повысить доходы. Об этом говорит и Кэти Вуд из Arkinvest. Итак, больше всего Google инвестирует в парачейны Polkadot, Origin Trail, Energy Web и остальные альткоины. Теперь перейдем к Microsoft. Компания Microsoft фактически является первопроходцем в области блокчейна, опередив Google с большим отрывом. Ведь криптовалютами они заинтересовались еще в 2020 году. Так, на их сайте мы можем найти статью от 2020 года о Microsoft ION, то есть о децентрализованном протоколе идентификации, который был построен на базе блокчейна биткоина. Впервые он был разработан в 2017 году. Да, Microsoft строят на базе блокчейна биткоина. И сегодня в Microsoft Azure есть специальный раздел, посвященный Web3.0. И одним из его пунктов является децентрализованная идентификация учетных данных с помощью Microsoft Entra. Перейдя к описанию архитектуры Microsoft Entra, мы видим, что, по словам представителей Microsoft, это решение использует сеть идентификации ION для обеспечения децентрализованной инфраструктуры публичных ключей. Да, они и сегодня используют ION, крипту, построенную на базе биткоина. Но Microsoft не только строит с помощью блокчейна, но и инвестирует в криптовалюту. Венчурное инвестиционное подразделение Microsoft называется M12. И они имеют свой портфель инвестиций, который опубликован публично. И две компании, в которые инвестировал Microsoft, это криптовалютные проекты. Первый из них это Palm NFT Studio. Криптовалюта для разработки NFT. И знаешь что? Из сообщения на Medium от компании Palm. Мы видим, что, по их словам, родной токен сети Palm, Palm Token, является движущей силой уникальной системы управления со взвешенным голосованием. Один токен равно один голос. Но компания пишет, что мы стремимся выйти за рамки стандартного подхода один токен, один голос, используемого нынешними DAO. То есть они собираются внедрить то, что называется доказательством вкладов, или же proof of contribution POC. Чем больше POC соберут пользователей, тем большее влияние они будут иметь на управление в Palm DAO. Возвращаясь к портфелю M12 от Microsoft, мы видим еще одну криптовалютную компанию, которая называется Space & Time. На их сайте мы видим, что это децентрализованное хранилище данных SQL на базе искусственного интеллекта. И сейчас этот проект находится в стадии бета-тестирования. То есть они запустили свой продукт, но токена пока еще нет. Изучив их документацию, мы приходим к выводу, что их SQL-хранилище данных будет работать на основе децентрализованной сети валидаторов. А для работы такой сети точно необходим токен. Получается, Microsoft, инвестируя в них, прямо или косвенно спонсирует разработку и самого токена. Также, если зайти в их Discord и выполнить поиск по токену, мы видим, что всякий раз, когда в чате спрашивают об этой криптовалюте, бот отвечает, что компания Space & Time, скорее всего, выпустит токен в будущем. Но время запуска зависит от различных факторов. Например, рыночной конъюнктуры. Возможно, они просто-напросто не хотят запускать его на медвежьем рынке, когда даже интерес к криптовалюте находится около нулевого уровня в Google Трендах. Итак, Microsoft инвестирует в две криптокомпании, которые готовят запуск своих собственных криптовалют. И я думаю, что после запуска они обязательно проведут аирдропы. И поэтому я буду внимательно за ними следить, чтобы в этом поучаствовать. Вывод. Два технологических гиганта, Microsoft и Google, верят, что будущее за блокчейном, за криптовалютами, за Web3.0. И активно вкладывают в это деньги. И это только начало. И Microsoft и Google заявили о предстоящих миллиардных инвестициях в Web3.0 и блокчейн. В течение 2024 года мы увидим, куда ушли эти миллиарды. И я обязательно буду на этом канале, чтобы рассказать тебе об этих обновлениях. Поэтому подписывайся, ставь лайк, жми колокольчик. И мы с тобой увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok